Это Вести Хакасия на канале Россия 24 в студии Наталья Чудина. Здравствуйте. Подготовка к зиме в Хакасии в целом проходит по плану. Готовность объектов коммунального хозяйства от 70 до 80 процентов. Конечно, есть и несколько проблемных территорий. Это Сорск, Абаза и Черногорск. Но и там, по заверению глав городов, отопительный сезон начнется вовремя. На сегодня работы по подготовке к зиме в городах и районах Хакасии проходят в оптимальном режиме. Освоено уже 313 миллионов рублей. По ремонту котельных и замене теплосетей работы выполнены более чем на 70 процентов. Но это как средняя температура по больнице. Если в Абакане, Бейском и Таштыбском районе сделано практически все, то Сорс, Черногорска, Абаза и Багратский район отстают от графика. К примеру, в Сорске на тепловом коллекторе в советские времена были уложены трубы разного диаметра, поэтому тепло с трудом доходило до верхней части города. Сейчас там ведутся масштабные работы. По регулировке системы получается, что на центральном коллекторе ведутся ремонтные работы. Также к отопительному периоду данные работы будут завершены. И я думаю, что теперь верхняя часть города, так называемая в Сорске, никаких проблем с теплоснабжением испытывать не будет. Вдобавок на котельной завершается монтаж третьего котла, который подстрахует отопительную систему на период самых сильных морозов. Сорский глава города на селекторном совещании заявил, что в целом по отоплению проблем не будет, но есть вопросы по двум социальным объектам. Это третья школа, как Елена Геннадьевна сказала, но там не приборы отопления, там у нас подвольная разводка проблемы. К сожалению, в бюджете города у нас финансов на это нет. И детский сад, солнышко. Для завершения ремонта в школе и детском саду необходим 1,6 млн. рублей. Глава Хакасии тут же распорядился эти средства выделить из республиканского бюджета. Мы вам поможем в той части, где видите, что уже не хватает ни сил, особенно средств, потому что Сорск затруднили в своем положении, мы это знаем. Там, где касается социальной сферы, вопросов не будет. Главы Черногорской базы и Багратского района заверили, что смогут обойтись собственными силами и к отопительному сезону коммунальные объекты будут готовы, если не вмешаются энергетики. На совещании выяснилось, что долги коммунальщиков перед Хакас-энергосбытом составляют 65 млн. рублей. И на третий котельных Хакасии введены ограничения по подаче электроэнергии. Давайте друг на друга эксперименты не ставить, снять все ограничения, с долгами рассчитаться. Это просто не серьезно. В Минрегионе разработан план по погашению задолженности. Предприятия обяжут частями рассчитываться с энергетиками. И, скорее всего, коммунальщикам компенсируют из бюджета часть выпадающих доходов. Как померить врача и пациента, пытались решить специалисты нескольких регионов Сибири. Сегодня в Абакане прошел межрегиональный форум, посвященный актуальным вопросам медицинской этики. Не секрет, что практически каждый день население предъявляет те или иные претензии к медицине. Несколько сотен врачей Хакасии, Тувы и Красноярского края сегодня пытались найти решение этой проблемы. Как же нужно вести себя с пациентом? Со сцены звучали доклады, рассуждения и предложения. Итогом встречи стал своеобразный кодекс врача, отклоняясь от которого медик будет подвергнут наказанию. Стоит отметить, что на мероприятии были даже представители Минздрава России. Власти Абакана сдержали свое обещание. В центре города по улице Щетинкина навели порядок. Еще накануне сквер в районе домов 40-42 был загажен мусором. Об этом мы рассказывали в прошлых выпусках. Местные жители обратились к нам с жалобой, что территория убирается крайне редко. После нового межжевания придомовых территорий многие скверы перешли в собственность города. Поэтому местные дворники здесь не подметают. Порядок должна наводить спецавтобаза ЖКХ. В управлении коммунальным хозяйством нам пояснили, что сейчас составляется график, когда муниципальные дворники будут проводить уборки на новых территориях. А сквер на улице Щетинкина, как и обещали, вычистили сегодня утром. Самая протяженная противоловинная галерея в России. На самом опасном участке федеральной трассы М-54 Енисей. На границе Красноярского края и Тувы специалисты из Хакасии завершают возведение уникального объекта. Он защищает дорогу от снежных лавин и селевых сходов. Строительство ведется уже почти 20 лет и близится к завершению. Репортаж Алексей Гончаренко и Сергей Казьмина. Строительство противоловинной галереи вышло на заключительный этап. Завершены монтажные и идут отделочные работы. Чуть меньше, чем через месяц объект сдадут в эксплуатацию. Его протяженность 1340 метров. Небольшими шажками, буквально по сотне метров, эту галерею вводили в эксплуатацию. Поэтапно, в течение почти 20 лет. Здесь есть даже ветераны строительства. Они помнят, как это было. Вообще было 280 метров, по-моему, там всего было полки. Ну, потом 100, 300 и 550 сюда и 100 туда. Эту галерею в народе почему-то назвали противоловинной полкой. Ее наращивали по мере необходимости. Сначала проектировщики полагали, что хватит и 280 метров. Но климатические условия в этих местах преподносили все новые сюрпризы. Все обильнее снегопады и все чаще случались сходы снежных лавин. Дорожные службы, не закрытую защитной полкой часть дороги, чистили сутками. Техника проходила, грейдер пройдет в одном направлении. Вот он пока от начала до конца пройдет уже толщу на металла от 20 до 30 сантиметров. И на металла с такой силой, имело с такой силой, что плотность была. Ну вот, как сказать, вот пластмассовая лопата, вот, ей невозможно было взять. Примерно такие же сюрпризы, что и зимой, погода преподносит летом. С той лишь разницей, что осадки не в виде снега, а поливает с неба почти каждый день. За последние две недели небольшой промежуток времени, когда здесь нет дождя и немного рассеялись облака. Так что видно всю, почти полутора километровую галерею целиком. Последние две недели здесь не переставая шли дожди, то моросящие, то проливные. Вот так же зимой здесь сутками валит снег, поэтому и появилась эта противоловинная галерея. Не столько страшные осадки сами по себе, сколько рельеф местности. С одной стороны федеральной дороги отвесная гора, с другой обрывистый склон. Это часть природного парка Ергаки. Здесь же дислоцируется одноименный центр подготовки спасателей МЧС, в том числе и с функцией спасения терпящих бедствия на автомобильной трассе М54. Последние годы трагических случаев нет. До этого были. С этой горы, она не такая большая гора, но со всей долины снег ветром собирало, и снежные массы так сильно летели туда вниз. Случай, когда несколько автомобилей слетали туда вниз. Вот здесь до низа 750 метров глубина. То есть то, что туда падало, от него ничего не оставалось. Трасса М54 по сути единственный путь, связывающий Туву с Россией. Железнодорожное сообщение еще только в планах. Воздушный транспорт практически не развит. Дорога очень важна, потому что это единственная их не артерия. Все грузоперевозки, все идет по этой трассе. 99% я думаю, все идет по этой трассе. Все к ним поставки и от них, то есть уголь, все это только по этой федеральной трассе. Вот из Санкт-Петербурга в Туву везут негабаритный груз. Корпус гигантского экскаватора. Для работы на угольном разрезе. Асфальтовое полотно рассчитано на такой перегруз. Въезд в галерею строители решили оформить в виде ворот замка готического стиля. Уникальный объект протяженности 1340 метров планируется к сдаче в эксплуатацию 10 сентября. Но и это будет лишь завершение очередного этапа строительства. В дальнейшем галерею планируют продлить ровно до полутора километров. Алексей Гончаренко, Сергей Казмин, Вести, Хакасия. Пожилого мужчину зарезали ради 500 рублей. Суд установил, что в феврале этого года двое нетрезвых мужчин в Черногорске обратились к водителю такси с просьбой довезти их до села Верхбиджа. Когда таксист довез их до места, пассажиры задушили водителя, забрали 500 рублей, а тело оставили в лесу. На утро следующего дня они приехали в район Дач-Залив города Черногорска и сожгли автомобиль. По решению суда им назначено наказание в виде лишения свободы. Одному на 23 года, другому на 17 лет. С отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Сквер имени прославленного спортсмена Ивана Ярыгина сегодня открыли в Абакане. Это стало событием не только в масштабах города и республики, но и всей России. Еще несколько месяцев назад на перекрестке улиц Крылова и Ярыгина был пустырь. Сегодня целый сквер – символ спортивных успехов нашего земляка. Иван Ярыгин – легенда вольной борьбы. Свою спортивную карьеру он начал в Абакане. Абсолютный чемпион Советского Союза, равных ему несколько лет не было и во всем мире. Дважды он брал золото Олимпийских игр. При первой победе побил рекорд. Затратил на все схватки всего 7 минут 20 секунд. Уже в звании президента Федерации спортивной борьбы России в 1997 году он трагически погиб в автомобильной аварии. Иван назвали в Америке Иваном Грозным, потому что он выходил и раскладывал как цепляк табака всех своих соперников. Это единственный спортсмен в мире, который в трех главных чемпионатах, чемпионате Европы, чемпионате мира и чемпионате Олимпийских игр положил всех своих соперников на лопатки. Четырехметровый монумент Ивана Ярыгина городу подарил его брат Александр. Десять лет памятник хранился в семье легендарного спортсмена. Сегодня помимо скульптуры сквер украсил каскадный фонтан с олимпийской символикой и спортивные тренажеры. Завтра в связи с подготовкой к празднику центр города на время вновь станет пешеходной зоной. С 9 утра до полуночи будет перекрыта улица Кирова в границах Карла Маркса-Вяткина. На этот же период закроют проезд на улице Чертыгашева от Щетинкина до Карла Маркса. Невозможно будет проехать и по улице Вяткина в границах Хакасской проспект Ленина. С 8 вечера на 4 часа приостанавливается движение транспорта на улице Чертыгашева в границах Щетинкина-Вяткина. Подходит к концу приемная кампания в вузах страны. Какие специальности были востребованы в Хакасском государственном университете имени Катанова? Об этом мы поговорим сегодня с Натальей Пропой, проректором ХГУ по непрерывному образованию в нашей постоянной рубрике интервью. А из новостей у меня к этому часу все. Увидимся завтра на канале Россия 24.